А эта площадь, кстати, была... Ой, нет, это та. Площадь Две Революции. Здесь у нас коренные петербуржцы. Основные поселения начинаются... Это Маля в особняке у себя. Чистый инстаграм вот того времени. Котики наши любимые. Вот, посмотрите, какая прелесть. Здесь же происходила самая главная развлекуха того времени. Как вы думаете, что это было? Это были, конечно же, казни. Один, только с кучером, без какой-либо охраны, понимаете? По льду реки Невы. Ну, как тут было на него потом не покуситься? Когда революция в опасности, на смену тотальной диктатуре приходит супергерой. Ред Гайд. Или попросту красный фрик. Ну, это в зависимости от того, насколько у вас развита самоирония и чувство юмора. Сегодня вас ждет очередной проход. И, собственно, почему я так вырядился? Ну, по двум причинам. Во-первых, это было предназначено для приложения. Оно-то вышло, но на русском языке только. Готовил я его, на самом деле, на английском языке. И предполагалось, что это образ для вот этих забугорных ребят, которые воспринимают нашу страну исключительно с точки зрения супергероев и балшевикс. Это они еще немножко знают. Ну, там Ленин, Сталин и все такое прочее. Но, поскольку ковид и прочее-прочее, я, собственно, решил анонсировать его и здесь. Хотя, в принципе, те, кто покупали мою путеводитель, видели меня на обложке этой книжки именно в данном образе. Сегодня у нас будет очень много про революцию с разных сторон. И про ее предысторию, и про ее развитие, и про ее, в общем-то, финал фактически. Поэтому образ вполне оправданный. И начнем мы с личности товарища Горького. У меня есть отдельная лекция, огромная большая лекция о Горьком. Ссылка будет размещена вот там, поэтому я не буду ее все пересказывать, конечно же. Просто мы находимся с вами напротив станции метро Горьковская. А почему она здесь? Вот и пойдемте, сейчас мы все это узнаем. Дело в том, что раньше вообще на этом месте стояло уникальное здание, уникальное в прямом смысле этого слова. Вот я вот вам его сейчас покажу, оно такое... Фух! Вот так вот оно выглядело. Дело в том, что это уринал, как называл общественные туалеты писатель Гончаров, либо ретирада. Это общественный туалет, сделанный по проекту архитектора Зазерского. Ему, я надеюсь, я посвящу как-нибудь еще несколько минут своего спича в других наших проходах, потому что он строил не только общественный туалет, он строил еще панстанции, трамвайные, которые выглядели, ну, просто как модерновые дворцы. И есть такая легенда, которая была пущена с легкой руки писателя, написавшего пьесу «Ночной дозор». Это не точно «Ночной дозор», про который вы думаете. Погуглите, задумывайте, как звали этого писателя. В 1988 году, по-моему, она вышла. И там говорилось о том, что некий купец подкатывал к одной баронессе, а она, соответственно, ему давала отворот-поворот. Ну, и она в качестве мести взял и построил напротив ее дома тучную копию ее загородной резиденции, только в уменьшенном виде. Это был общественный туалет. Она переехала в какое-то другое место, он и там ее настиг, и тоже построил туалет. Потом она переехала еще раз, он и там ее настиг. Ну, это, конечно же, городская байка. Тем не менее, она упорно ходила в устах людей. И надо сказать, что в этом туалете было 4 отделения. Мужское и женское, для мальчиков и для девочек. Мы сейчас сходим для начала вот сюда, буквально на секунду, потому что я хочу вам показать кадр из всеми вами любимого фильма, который уже неоднократно бывал в нашем обзоре. Это тот самый фильм «Брат». Краеугольный камень постсоветской кинематографистики, если можно так выразиться. Вот видите, там памятник Алексею Максимовичу Горькому. И вот если мы посмотрим, ну, примерно с этой точки, на самом деле, там, наверное, надо будет спуститься туда. Здесь раньше стояла телефонная будка, откуда Данила Багров совершал свой очередной звонок. И мы с вами направляемся в другую сторону и будем говорить вот буквально не очень долго вот про этот дом. Там, на этом доме, висит мемориальная доска, которая гласит о том, что именно в нем жил с 1914 года Горький. И причем жил он там только по 1921 год. Дело в том, что в 1913 году была объявлена всеобщая амнистия в связи с 300-летием дома Романовых. И поэтому Горький, которому был заказан вход и въезд в Российскую империю, он вернулся и поселился в этом доме. Если вы хотите подробно посмотреть, как Горький из «Буревестника революции» вдруг превратился в предателя этой самой революции, и как он начал выпускать такое произведение, как «Несвоевременные мысли», то вот посмотрите мою лекцию, я там этому уделяю особое внимание. Потому что Горького его колбасило из стороны в сторону, в зависимости от конъюнктуры. Но я вам хочу рассказать совершенно про другую вещь. Давай, трава прошел, я надеюсь, следующий пойдет нескоро. Вот здесь вот пристанем с вами. Дом типичный, модерновый, с такими вот смешными рожами под балконом. Горький здесь жил, и к нему сюда в 1919 году зашла Мура. На самом деле это была Мария Закреская, Бенкендорф, Бутберг. Она была до замужеского Закреска, потом она ушла за Бенкендорфа. У нее было имение на территории современной Эстонии, потом это имение сгорело во время революции. Мужа убили, она приехала сюда, связалась с Локартом, это был такой английский шпион. И говорят, что когда его арестовывали, в постели у него нашли эту муру. И вот она пришла сюда и упала буквально чуть ли не от голодного обморога на пороге у Горького. Он ее принял, и она у него там и поселилась в качестве литературного секретаря. Поговаривали, что это была засылка чрезвычайной комиссии. То есть так они внедрили ее к непокорному писателю. Давай сместимся сюда, там опять идет трамвай. Но параллельно с этим у Горького... Проходите, ребята. Параллельно с этим у Горького там одно время жил такой человек, как Герберт Уэллс. Тот самый писатель фантасты. Один раз Бутберг, у которой с Горьким уже были отнюдь нелитературные отношения, пошла ночью за водичкой и перепутала комнаты. Попала к Уэллсу и, собственно, там и осталась. Некоторые говорили, что наоборот. Уэллс пошел за водичкой и, собственно, перепутал комнаты, попал к Бутберг и у нее и остался. И, как писала госпожа Берберова, оставившая такие достаточно одиозные воспоминания, Бутберг секс ей шоу. То есть, как бы она им пользовалась, она им наслаждалась, она умела им оперировать как инструментом для не только получения наслаждения, но и для каких-то своих собственных выгод. И вот у них там был такой любовный треугольник. И когда, соответственно, Горький сказал, неужели вы не изменяете с Уэллсом, она сказала, ну, вы же великий писатель, и он великий писатель. Я же не могу одновременно быть с двумя великими писателями. Потом это Бутберг, я в красном таком, я был в оранжевом, а теперь я в таком красном, очень приметном. Потом это Бутберг, соответственно, уехала в Англию и получала пенсию от советского правительства в виде гонораров, которые ей начисляли от продажи произведений Горького за границей. То есть, это была ее прерогатива. Потом шла речь о том, что, оказывается, Горький отдал ей на сохранение саквояж с какими-то своими документами. Перед смертью она приехала, он просил отдать этот саквояж, она ему не отдала, они поругались. И, в общем, все закончилось тем, что саквояж пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Одни говорят, что он сгорел, другие говорят, что он там в каких-то там архивах ФСБ погряз, тем не менее. Потом Горький в 21-м году, как вы знаете, он уехал отсюда. Ну, как уехал? Его попросили отсюда уехать, потому что надоел откровенно. Он же Боревестник революции, а гонят против революции. Называет там Ленина всякими нехорошими словами. И Владимир Ильич сказал, что если вы не уедете, наш дорогой Боревестник, мы вас сами уедем. Здесь совершенно потрясающая вот эта арка, она мне очень нравится. У нас сейчас будет такой небольшой проход по проходным дворам, ну, такой кусочек, да, чтобы не терять форму. Вы знаете, что я люблю это дело. И здесь совершенно потрясающий, опять-таки, петербургский пейзаж. Очередная кочегарка. Вот они сейчас все переделаны вот в таком виде, да, котельные. Я обязательно сделаю тур, где покажу вам Камчатку, кочегарку, соя, потому что на Петроградской стороне проблема с горячей водой, с центральным отоплением. Здесь либо газовые колонки, как я уже говорил, либо вот такие вот кочегарки. Ну и привычная для нас картина в виде стены Брандмауэра. Точно так же уже довольно привычная для нас картина в виде деревянных перекрытий. Вот видите, арка и деревянная балка торчит. То есть мы очередной раз наблюдаем структуру дома. А вот как здесь оформили Брандмауэр, посмотрите, да. То есть даже вход организовали и какое-то помещение на первом этаже. Я сейчас быстренько проверю, все ли у нас нормально со звуком. Со звуком у нас все нормально. И заведу вас вот в этот очередной закуток счастья. Вот, посмотрите, какая прелесть искусственная челюсть, как говорила Ира Сокол из города Екатеринбурга, с которой мы работали в Москве. Вот. Очередное. Примерно такая же картина, если вы помните, когда я водил экскурсию о Достоевском, и мы заходили в проходной двор между Литейным и Робинштейном, там был такой, знаете, вот такой вот угол. Вот вам еще один. И здесь прямо видно, да, вот там по щелям, как дома, вот они пристраивались друг к другу, и только оп, оп, чувствуете, какое эхо. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Вот если камеру туда вывести, то мы получим очередную нашу стандартную картину. посмотрите, какое усиление стены идет, покрытое. Ну, давайте назовем это Ленинградский мох. Панк-группа с альбомом Зеленая плесень. И это обложка ее альбома. Здесь у нас коренные петербургцы ездят. Вот видите, стояла стена, и к ней пристраивались флигели. Вот смотрите, какая чудесная вещь. Она вот так вот открывалась в свое время. Да, и там, соответственно, какие-то силовые щитки. Ну, а мы с вами тем временем, собственно, это вот маленький кусочек проходных дворов. Мы можем, конечно, и дальше блуждать, но у меня цель-то сегодня не в этом заключается. Это немного вам просто прекрасного питерского пейзажного искусства. А мы с вами выходим на Каменосурский проспект. Это была главная дорога. Да, кстати, здесь есть масса всяких прекрасных вещей. Вот это. Там дальше еще будет. Вот это вот. Кстати, надо взять интервью уже наконец с человеком, который делает этот проект. Вот прекрасное. У меня такое ощущение, что это аллегория на Боярского. Причем, видите, в стиле Рена Магрита. А вот это вот, знаете, что это такое? Это Невский проспект, это публичная библиотека, это гостиный двор. Такой какой-то пост-импрессионизм. Котики наши любимые. Вот, посмотрите, какая прелесть. Да? Шикардосная. Ну и вот. Ну, то есть, в общем, такая прекрасная подворотня, где есть даже вот такое. А это, смотрите, а это черный, черный квадрат. Ну, это круто, я считаю. Выходим на Каменосовский проспект и смотрим вот на то здание. В этом здании довольно долгое время жил Сергей Ильич Витте. На самом деле, это подсветилось его супруга, Матильда. Она была еврейка разведенной. И в то время, чтобы жениться на разведенной женщине, да еще еврейке, это, как я всегда говорю, как сейчас, какие кованые решетки родные, это, как сейчас, объявить о однополом браке. Но по графической легенде Витте пришел к Александру Третьему, сказал ему об этом. Александр Третий заявил, что по мне жалитесь на козе, лишь бы девушку. Когда она, как и малечка Кшестинская, они были умные женщины. Вообще, этот дом построен по проекту архитектора Вириха. Мы сейчас приостановимся, посмотрим на него. Вот так вот можно под углом, чтобы людям не очень мешать. Вот там мемориальная доска висит с профилем министра финансов. До этого министра, как бы сейчас сказать, железнодорожного транспорта. А потом ему было доверено даже сформировать кабинет министров. Но он не смог этого сделать, потому что люди боялись ответственности. И я в своей книге про опиара во время русско-японской войны писал о том, как один из претендентов на пост министра просвещения просто убежал со словами «не могу, не могу», когда Витте предлагал ему должность эту. Она прикупила, соответственно, этот особнячок, когда узнала, что будет строиться мост, и, соответственно, вся земля здесь будет дорожать. И здесь он, собственно, и поселился. Именно здесь он за одну ночь на печатной машинке напечатал манифест, октябрьский манифест 1605 года, который был принят. И вот 17 октября 1605 года это прямо-таки, собственно, даже партия взяла себе название партия «Октябрийская». И здесь на него было совершено покушение черносутинцами. Причем там была такая тема, что один из главарей этой «Черной сотни» он косил под левоэсеровского террориста и тем самым ввел в заблуждение своих подопечных, заставив их забраться туда и через трубу опустить взрывной механизм. Когда сюда прибыл начальник охранного петербургского отделения Александр Герасимов, он в своих воспоминаниях прислал, что это была какая-то не бомба, а детская игрушка, мешок с порохом, неработающий будильник. Обнаружено это было очень случайно, потому что Витте попросил разжечь камин и там вот, собственно, они и нашли. То есть на Витте гнали как слева, так и справа. Это вот трагедия таких персон, как Витте и Петр Археевич Столыпин. Именно отсюда Витте наблюдал события «Кровавого воскресенья». Именно сюда, к нему накануне приходила делегация вместе с Горьким и пыталась убедить его в том, чтобы он что-то сделал, чтобы он предпринял какие-то действия. На что он ему логично отвечал, а что я могу сделать, я уже не уйдел. Ну, по сути, конечно, он умыл руки, но и его можно понять отчасти. Это замечательный дом, который сейчас, к сожалению, в лесах. Мы не сможем его внимательно рассмотреть по проекту Федора Лидваля. Лидваля. Эта персона уже мелькала в наших экскурсиях. Мы даже обсуждали, на какой слог нужно ставить ударение «Лидваль» или «Лидваль». Это его самая первая работа. Мама купила участок и доверила своему сыну построить этот дом. А вообще, как бы, папа Лидвалья сделал деньги на том, что сшил костюмы для коронации Александра Третьего. Если мы сейчас развернемся вот в эту сторону и посмотрим туда, то мы увидим, вот я вам сейчас покажу, как раньше выглядел этот Каминостровский проспект. Называется «Найдите 10 отличий», вы ничего не узнаете. А на месте вот этого дома уже советского абсолютно, хотя уберите там какие-то советские символы и вы получите такой не классик стайл, здесь вот вы можете увидеть, что когда его нет, был просто такой закуток пустырный. Мы с вами сейчас переходим дорогу, это, кстати, редкий случай, вообще здесь есть пешеходный переход, но, кстати, о птичках, вот если мы развернемся вот в эту сторону, я вам сейчас покажу картину маслом, вот если на метро посмотреть, когда пешеходного перехода подземного еще не было и люди переходили вот там дорогу по наземному пешеходному переходу, что, собственно, мы сейчас с вами и совершим прямо здесь. Мы живем под спудом тотальной горьковизации, да, то есть у нас станция метро горьковская, здесь находится еще масса всего имени горького и так далее, о чем я уже подробно рассказывал в своей лекции про этого замечательного писателя. Мы спускаемся в подземный переход и направляемся в сторону А, бывшей Академии железнодорожного транспорта и к соборной мечети Санкт-Петербургской. Что касается мечети, дело в том, что здесь истории была ну, как бы сказать, слобода татарская. Ведь сейчас, если мы говорим слово ислам, мы, прежде всего, что нам приходит на ум? Нам приходит на ум Ближний Восток, всякие там Ираны, Ираки, вот это вот, про которую замечательный вокалист групп SOD и MOD были такие хардкоровые команды, Билли Милан его звали, в 80-х годах, у нее есть песня Fuck the Middle East. Вот как поменялась, кстати, конъюнктура, вот, извините, за автоб. Вы помните самый первый хит группы Q? Или Q-ры, как у нас его называли? Killin'n'Arab, да, 1881-83 год, поправьте меня, если я не прав, убить араба. И потом пришлось извиняться за это, вот, а вот Билли Милан, если посмотреть на эту песню Fuck the Middle East, он там прям вот открыто говорит о том, что надо их всех замочить. Сейчас попробую такую песню спой. Сразу же тебя представители движения Black Lives Matter окунут в определенную субстанцию. Я не к тому, что такие песни надо петь. Я к тому, что, опять-таки, как изменилось время. С той стороны, если мы посмотрим, мы увидим памятник Ненадусу стерегущему, но о нем мы сделаем потом отдельный сюжет, когда пойдем в Петропавловскую крепость по той стороне. Сейчас мы этого касаться не будем. Вот с левой стороны у нас это бывшая академия железнодорожного транспорта, которая потом была переделана в общежитии. И если мы посмотрим на старую фотографию, только не с этой точки, чуть подальше, здесь совершенно представляющий вот этот острый угол со мной колонной. И вообще, это один из таких шедевров стиля конструктивизма и функционализма. традиционный мотив вертикальное и горизонтальное очленение, сочленение вот таких форм супрематизма. И вот если мы посмотрим на картину, на фотографию старую, то мы увидим, что там было написано имени Сталина. Она когда-то называлась, но потом это имя ушло в небытие, я имею в виду, после Хрущевской оттепели и она стала просто Железнодорожной Академией. Там есть дальше тренажерный зал. У меня есть выпуск про то, как я поймал велосипедного вора. Я приезжал, я жил тогда на Литейном и приезжал туда тренироваться. Ну и привязывал велосипед, потому что, когда я его заносил внутрь, бабушки на меня орали. И вот однажды в жаркий летний день я в одних трусах и носках хожу по этому залу и вижу, как подбегает молодой человек, перекусывает замочек и уезжает. В общем, я за ним бежал, я сейчас не буду подробно об этом рассказывать, но поймал я его только в районе Караванной улицы. И когда я его поймал, я его отпустил, потому что я как-то понимал, что если сейчас я начну его бить, я его просто нахер убью. Я был в таком состоянии, в каком я на самом деле не был никогда. И в общем-то, потом этот велосипед меня все-таки украли от публичной библиотеки. Я привязал его к большой цепи в водосточной трубе, разломали трубу. В самом центре города, среди бела дня. А вот это соборная мечеть. Построена она по проектам трех архитекторов. Самым главным из них был Николай Васильевич Васильев. С ним участвовал Степан Кричинский и Александр фон Гоген, о котором мы сегодня еще будем говорить. Значит, четыре тысячи татар, ну или лиц Магометанского исповедания, как тогда говорили, мусульман, как бы мы сейчас сказали, живет в начале 20 века в Петербурге, молиться им практически негде. Они несколько раз подают прошение для того, чтобы им позволили построить их храм. Их несколько раз отфутболивать. Наконец, Николай II сжалился, разрешил. Соответственно, сын бывшего крепостного, бывшего крестьянина, точнее, простите, который выбился в люди, стал купцом, окончил институт гражданских инженеров, и вот он участвовал в конкурсе. И он, когда промониторил, что вообще есть в мире на тему ислама, ему очень понравился мавзолей при гробнице Тамерлана в Самарканде. Он взял ее за, так сказать, главный образец и сделал проект по названию Тимур. Но параллельно он сделал еще второй проект по названию Арабецкий. Поскольку он учился у Леонтия Бенуа, то когда Леонтий Бенуа стал рассматривать проекты, он по рисунку узнал, что это его ученик и отложил на вторую премию Тимур. А Арабецкий ему понравились. В общем, выбрали три работы. Его и еще двух архитекторов Лилевича и Перетитковича, о которых я, кстати, подробно пишу в своем путеводителе. Они часто шли вместе, на самом деле, работали вместе они оба поляка. И редкий случай, финальный конкурс даже не проводился, Васильеву присудили главную премию. Вот он тогда и нанял Степана Кричинского. Кричинский это очень интересный персонаж, потому что я смотрел в одном документальном фильме, сказано, что он был мусульманин, именно поэтому его и выбрали. На самом деле Кричинский строил еще несколько православных храмов, как, например, Феодоровский собор возле Московского вокзала в конце Гончарной улицы. У меня есть в этом отдельный ролик. Вот я помещу его там внизу. Правда, снимал его для компании строительной. Соответственно, и в более глубоких исследованиях написано, что он вообще-то был православный. то есть, он выкрест был, не мусульманин. Иначе, ему просто не доверить бы постройку православного храма. Синод за этим жестко следил. Но поскольку он все-таки из татар сам, то вот и пригласили. Фон Гоген уже практически не участвовал в строительстве, он был очень больной на тот момент. Перед ними было несколько слаженностей. Во-первых, мечеть должна быть такая светлая. Васильев доказал, что нужно использовать гранит, местный материал. Второе, вот если посмотреть на купол, купол должен быть сферический и гладкий. Но у нас как бы снег падает, с неба, в отличие от юга. И соответственно, для того, чтобы он более надежно стекал, Васильев придумал вот такую вот форму с такими выпуклыми, не знаю, как это назвать. Вот с этими штуками. Третий секрет, который мы здесь не увидим. Дело в том, что видите, на стене всего одна водосточная труба. Должно быть их больше. Потому что, опять-таки, по традиции стены должны быть не стены, крыши должны быть плоской. Так вот, там она не плоская, она вот такая вот конусообразная, только внутрь, для того, чтобы туда стекал снег и вода. Вот такими хитростями они добились на самом деле с одной стороны некого петербургского стиля стайла, а с другой стороны, чтобы все-таки она вот, особенно за счет вот этих потрясающих мозаик, кстати, они потом стали отваливаться, потому что цемент, на который они сажались, был не очень хорошего качества, и потом пришлось это все дело обратно прилеплять. Мозаики, кстати, сделаны тоже довольно знаковым человеком в нашем мозаичном мире, его фамилия Ваулина. Он построил, точнее, участвовал в постройке множества зданий. Вот, кстати, отсюда можно посмотреть на эту общагу, бывшую академию железнодорожного транспорта. А мы с вами, соответственно, да, кстати, вот в этом портале, сейчас вам покажу отличную фотографию, вот смотрите, это дикая дивизия, так называемая, сидит вот в этом портале, ну, собственно, где же ей сидеть, как не здесь. Мы направляемся к месту, которое, когда строилось, никто не предполагал, что она станет одним из главных адресов вообще революции 1917 года. Речь идет, естественно, про особняк Матильды Кшесинской. Опять-таки, у меня есть отдельная лекция серии Романова без соплей, я помещу ссылку, ну, потому что, чтобы не проговаривать это еще раз, там я подробно рассказываю и про взаимоотношения мальчика с Никки, и вообще про ее карьерный рост, она была такая рабочая лошадь на самом деле, то есть она, несмотря на то, что могла бы крутить мужиками, как хотела, она это и делала, но я имею в виду больше ничего не делать, но на самом деле она действительно в балете она во многом добилась всего сама, самостоятельно. Если бы она над собой не работала, если бы она не соблюдала там режим диеты и бла-бла-бла, не тренировалась там 24 на 7 периодически, особенно в преддверии важных спектаклей, то она не стала бы такой балериной, которой она стала. но нас этот особняк интересует не только и не столько с точки зрения того, что его построил тот же самый архитектор Александр фон Гоген, Маля заказал ему проект, и они там вместе иногда над ним сидели, и она выбирала отделку. Есть, кстати, такие совершенно потрясающие фотографии, я вам сейчас покажу, вот это одна, это Маля в особняке у себя, чистый инстаграм вот того времени, вот не было инсты, а так бы она бы совершенно точно разместила бы это с какими-нибудь эмодзи. И вот вторая картинка, это она у себя в особняке. Ездить было хорошо, сюда приходили великие князья и Сергей Михайлович, и Андрей Владимирович, Андрей Владимирович потом стал ее мужем, опять-таки, не хочу повторяться, то есть это был ее главный приз, она породнилась в итоге с Романовыми, но обратите внимание вот на этот балкончик для начала и вот на эти замечательные брельефы. Значит, здесь сказано, что в этом здании в марте-юне 17-го года помещался Центральный Петроградский комитет РСДРП, военная организация большевиков и солдатский клуб «Правда». С балкона этого здания неоднократно выступал перед рабочими солдатами-матросами Владимир Ильич Ленин. И дальше, соответственно, здесь же в ночь на 4 апреля Ленин беседовал с активными партийными работниками о перспективах развития революционных задачах РСДРП. Под руководством Ленина здесь проходили первые заседания Петроградской конференции и так далее, и так далее. Значит, перевожу с вот этого официоза на простой человеческий язык. Ну, для начала, ну, ты можешь встать на самом деле, знаешь, на какие рельсы? Вот на дальние, да, потому что мы увидим, что пойдет оттуда транспорт. Значит, я вам хочу показать несколько картинок. Вот одна, например, это уже именно картина. Раз, Ленин на узнаваемом балконе. Вот вторая, два, Ленин на том же самом узнаваемом балконе. Наконец, третья с подписью. Вот еще одна. Ленин на всем узнаваемом балконе. Значит, дело в том, что Владимир Ильич Ленин приехал на фенляндский вокзал, где у нас нынче стоит памятник, который, кстати, стоит не там, где он раньше стоял. Он был ближе к самому вокзалу, и вокзал это выглядел иначе, и вход с него был, в него был не с площади, а как бы сбоку. Я об этом рассказываю в процессе экскурсии наших. Ну и выглядел этот вокзал иначе. Значит, вернулся он из эмиграции, его там встретили, и куда же Владимир Ильич после этого отправился, да, где он потом проводил свои дни, где он, выражаясь современным языком, организовал свой собственный офис. Он его организовал прямо здесь. А как это получилось? Дело в том, что малечка, как умная баба, когда вот эта вся февральская тема совершилась, она, понимая, куда ветер дует, она взяла своего сынишку, взяла, значит, некоторые драгоценности, надела, как она писала, самое свое скромное пальто, отделанное шиншелла. А можете себе представить, как выглядели ее не самое скромное пальто. Я это каждый раз рассказываю, когда я здесь вожу экскурсии. И свалила. И сюда заехал ремонтная... Леха, идет трамвай. Сюда заехала ремонтная бригада запасного, это ключевое слово запасного, бронедивизиона. Почему ключевое слово запасного? Это запасные полки, которые не были на фронте, они сидели здесь и вот не очень хотели на фронт отправляться. Они сюда заехали, а ЦК, сначала Петроградский совет, а потом, точнее, Петроградский комитет, а потом ЦК большевиков договорились с ними, и они тоже сюда заехали. То есть это был, ну, как это сейчас называется, самозахват. И Владимир Ильич тогда приехал в чужую собственность. Его это абсолютно нисколько не смущало, потому что, как вы знаете, потом вообще любая собственность перестанет быть собственной. Да, все будет обобществлено. И вот с этого балкона он толкал свои апрельские тезисы, которые у некоторых вызывали шок. То есть он активно призывал захвату власти и, кстати, с точки зрения собственной логики был абсолютно прав, потому что власть была слаба, валялась на дороге. Но еще надо забывать, было подождать. И вот это вот беседовал с активными партийными работниками о перспективах развития революционных задачах. На самом деле это он им доказывал, объяснял, топал ногами, кричал, ругался, что, ребята, надо, надо сковырнуть временное правительство и брать власть. А ему говорили, что нет, еще не время, мы еще не готовы. Значит, в итоге, да вы можете пройти на самом деле. Кшесинская подала в суд. Причем в качестве одного из ответчиков выступал как раз-таки присяжный поверенный Ульянов по кличке Ленин. По псевдониму Ленин, как она указала в своих бумагах. Значит, она этот суд выиграла и пришла разнарядка выселиться, но, как бы, ЦК выселилась, а боевая организация большевиков осталась. Ну и что ты будешь делать, значит, с такими ребятами, которые еще и вооружены. А потом ЦК вернулась сюда. И выселили их только после июльского мятежа, на самом деле, июльского кризиса, как потом у нас в советской историографии его было принято называть, 3-4 июля. Я напоминаю, что Невский проспект носил название Невский садовый улиц носил название улица 3-го июля. Невский проспект был улицей 25-го октября. А эта площадь, кстати, была, ой, нет, это та, площадь Две Революции. И в итоге мальчики так ничего и не вернули. Она уехала отсюда. Кстати, вот фашины наши любимые. Или, как меня любят править, фасцы. Ну, конечно, фасцы, это с точки зрения искусства обедения. В строительстве фашины, ну, и по старой памяти мы их точно так же называем. Вот. А Владимир Ильич уже заехал, ну, то есть, после того, как он был оберен шпионом, он, соответственно, уехал в разлив. А когда он вернулся, он уже поселился не здесь, а сначала бегал-бегал по конспиративным квартирам, а потом просто прибыл в Смольный, где Лев Давидович Троцкий уже все, что надо, намутил и оставалось только устроить вооруженное восстание, что и было произведено. Мы с вами идем в то место, откуда, по сути, начался город Петербург. Дело в том, что вот там, как вы можете видеть, Петропавловская крепость, куда я изначально хотел вас сегодня сводить, но потом передумал, потому что, в принципе, у меня же была экскурсия Петропавловскую крепость на английском языке, но я потом ее, конечно, повторю и на русском. И по традиции всех городов, когда строится крепость, основные поселения начинаются сразу возле этой крепости. То же самое произошло и здесь. Троицкая площадь здесь изначально стоял храм, причем стоял он не там, где нынче стоит часовня, стоял он несколько в другом месте. Сейчас мы посмотрим, пройдем сюда, посмотрим в ту сторону, где такой апофеоз сталинского ампира. Вот на том месте раньше стояла Троицкая церковь. Как говорят справочники, именно в этой церкви Петр I был объявлен императором. Ему мало было быть царем, он решил объявить себя императором. Ну, собственно, имеет право. Как корабль назревешь, так он и поплывет. Назвался императором, значит, страна твоя, что империя. И она такову и стала на самом деле. И на этой площади есть масса гравюр, которые тут вам периодически будут выскакивать. начиналась петербургская жизнь. Здесь был первый гостиный двор. Гость это вообще по стародавнему купец. И гостям было запрещено торговать обыгде. Они должны были торговать оптом в определенном месте. И туда к нему приезжали уже наши купцы, скупали товар и распродавали. Потом этот гостиный двор переместился на Невский проспект. Здесь была первая аустерия. Здесь была первая аптека, которая потом переехала тоже на тот берег. У нас даже там есть аптекарский переулок. Ну и соответственно раз у нас здесь это все было, здесь же происходила самая главная развлекуха того времени. Как вы думаете что это было? Это были конечно же казни. Интернетов нет, стендап отсутствует. поэтому народ ходит смотреть на казни. Петр казнил здесь периодически ну не собственноручно казнокрадов Кикина например обвиненного в казнокрадстве но это не спасало. Он знал что Александр Данилович Менщиков нормально присваивает себе казенные средства но ничего с этим поделать не мог. более того прощал это ему потому что Менщиков при этом был достаточно эффективный менеджер как мы сейчас сказали. И мне кажется вот эта схема она на века то есть мы видим какого-нибудь человека понимаем что он ворует но врать что-то делает ну пусть так нежели он просто бы воровал и ничего не делал тут тут у нас есть камень узника ГУЛАГа то есть с какого перепугу он здесь поставлен тому есть собственно тоже логическое объяснение которым я потом скажу а вот там за этой вот за этим деревом а за деревом часовня а за часовней мост но мы выйдем потом поближе вот с той стороны покажем это Троицкий мост на самом деле строила его компания Ботиньоль французская а вообще изначально как мы сейчас сказали тендер был выигран неким Густавом Эйфелем тем самым который построил Эйфелевую башню он вообще специализировался на мостах все почему-то знают Эйфелия как строителя Эйфелевой башни Эйфелевая башня изначально была построена ну просто для красоты да и вообще эта идея была не Эйфелия а у него был в его команде да инженерный у него был там такой швейцарский инженер который пришел и поставил ему две вот эти вот фермы мостовые сказал смотри как прикольно смотрится он говорит а для чего чисто прикольно вот они подали соответственно на конкурс этот проект я в одном из своих видео где рассказывал про синергию как раз французской революции то есть почему французам удалось поженить революцию и монархию чего до сих пор нам не удается сделать да что там например один из проектов выглядел как гигантская гильотина потому что на самом деле строилась к выставке 1889 года это было столетие столетия с французской революцией мы с вами подходим к дому политка Таржана это совершенно потрясающий памятник авангарда собственно вот я сейчас Леху обойду пока он там снимает и достану книжечку которую я тут о которой я уже говорил но в прошлый раз я вам ее не показал а покажу сейчас Кириков Штигрец архитектура ленинградского ангарда она по-моему была супер обложки я уже говорил что я супер обложки выкидываю всегда но такой вот я варвар потому что лучше я их выкину потому что они все равно превратятся в ничто и здесь у нас есть уж простите один раз я все-таки вас поносилую изображениями вот видите как все похоже вот это Левашовский хлебозавод а по сути Академия Железнодорожного Транспорта то есть внутренности этого замечательного дома помимо всего прочего это жил массив на лесном и перелеснул в общем это дом коммуна начнем с этого дом коммуна который не предполагал например кухонь там были электрифицированные шкафы такие плиты небольшие которые вам заменяли в углу кухню там были общественные пространства такие как по сути кинотеатр кинозал там был свой детский сад ясли вот дом коммун общество политкоторжал посмотрите как он прекрасно выглядел изначально когда он построен беленький беленький вот к этому дворцу мы с вами сейчас подойдем этот дворец великого князя Николая Николаевича младшего вот видите внутреннее помещение место удачное прямо на берегу Невы видовые квартиры наверху там солярий на крыше имеется ввиду был организован ну и соответственно самое главное это императив который вкладывался во всю эту историю то есть это для тех кто боролся с царской властью сидел по тюрьмам гнил в ссылках гнил на каторги и вот теперь когда советская власть победила они получают довольно престижное жилье вот видите первый этаж это вот как раз общественные всевозможные пространства предполагалось что вы вместе обедаете вместе вечером собираетесь там смотрите кино или еще что-нибудь и в общем все вы делаете вместе дом коммуна на дворе коммунизм соответственно логично предложить что коммунизм должен воплощаться и в быту в том числе и как и общество старых большевиков о чем я вам уже говорил филиал которого располагался после революции в дворце Кшесинской к 30-м годам общество политкоторжан и ссыльно поселенцев так оно официально называлось полностью утратило всю свою значимость Вера Николаевна Фигнер как ни старались завлечь хотя бы стать участницей я же молчу о том чтобы возглавить то есть ей предлагали место председательницы этой всей затеи она отказывалась по причине того что ей не нравилось что происходило в стране то есть мы боролись с царизмом а в итоге мои коллеги из других партий сидят по тюрьмам и так далее и заселили действительно привилегированным можно сказать новым классом того времени они получили прекрасное жилье вот там есть видите год постройки 1929 и если с этой стороны у нас висит мемориальная доска ну стандартная которая рассказывает что это архитектор Симонов Абросимов Ихряков дом коммунного общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев то если мы обойдем этот дом то мы увидим другую мемориальную доску как обычно совершенно нечитаемую да здесь жил здесь же был музей музей общества политкоторжан здесь мы увидим уже список фамилий памяти политкоторжан живших в этом доме и погибших годы сталинских репрессий я не хочу быть антисоветчиком я предоставлю свое слово не себе а вот людям которые написали эту книгу у нас просто очень как-то странно порой реагируют на абсолютно наглядные факты значит зааскетичный облик малометражной квартиры без кукунь и звукоизоляцию это жилище это не про это так сейчас да здесь сначала идет речь про первый дом это на Рубинштейна это архитектор Оль построил слеза социализма однако по трагической иронии судьбы бывшие политкоторжане уже вскоре стали жертвами сталинских репрессий мартиролог жильцов насчитывает 54 имени то есть 54 человека которые жили в этом году пошли под нож вот этого катка ну давайте лучше выйдем на набережную с той стороны хотя ты знаешь давай пойдем здесь здесь будет интереснее под нож этого катка и в этом соответственно как я уже рассказывал в своих выпусках из Франции из Парижа где я объяснял механизм революционный на примере там конвентера без пьера и все такое прочее в этом вот есть определенный закон революционных процессов когда система начинает пожрать себя отсюда собственно и этот вот камень гулаговский камень в общем к 30-м годам ни политкоторжан ни старых большевиков уже не стало официально они все оказались врагами народа и в этом довольно злая ирония заключающаяся в том что старизмом оказывается боролись будущие враги народа но мы переходим к другому зданию и вот как я рассказывал в своей лекции про Николая Николаевича Младшего бывают ли строения которые за счет архитектурных особенностей показывают террористическую угрозу дело в том что мы с вами находимся на уникальном стыке вот если мы переведем наш взор вот туда то там за за таким красивым серым забором но его уберусь скоро там просто идет реконструкция на самом деле находится футляр а в футляре домик Петра Первого значит это считается первый дворец Романовых в Петербурге ну как он домик как он дворец он не дворец это просто сруб который был покрашен под кирпич на голландский манер как тогда говорилось потом чтобы сохранить домик был сделан этот футляр а вот это вот здание сейчас мы на него будем смотреть это дворец Николая Николаевича младшего и это последний дом Романовых в столице Российской империи и в принципе в Российской империи то есть первый дом последний дом здесь у нас начало могущества в семье Романовых и конец этого самого могущества когда мы смотрим на великокняжеские дворцы мы всегда можем понять где вход он акцентирован там всегда есть ну либо вообще мощный пандус да как например в русском музее дворце для великого князя Михаила Павловича или у папы его Николая Николаевича Старшего во дворце на Боговеченской площади на площади труда там тоже такой мощный пандус Владимир Александрович сделал себе просто навес ну и так далее даже у Марии Николаевны в Мариинском дворце где ныне ЗАГС наш заседает там тоже есть мощный въезд здесь этого мощного въезда нет почему потому что Николай Николаевич младший въезжал в ворота и выходил из коляски только внутри на него охотились эсеры эсеры максималисты потому что он командовал он был главнокомандующим армии и имел серьезное влияние на царя есть прекрасная фотография я вам сейчас покажу она без каких-нибудь комментариев показывает характер взаимоотношений между Николашей как звали Николая Николаевича Младшего и Никки как звали Николая Второго и вот Николай Николаевич Младший да действительно заказал себе этот дворец построил его прекрасный архитектор с неблагозвучной фамилией Хренов но он от этого не стал менее прекрасным пойдем дальше и собственно вот именно поэтому потому что время было тяжкое 905-96 год это самый разгар древнеционного терроризма было решено что сам Николай Николаевич Младший и его гости они будут входить не с улицы а со двора с точки зрения престижа имиджа и попросту говоря понтов это колоссальнейший прокол но такова была данность момента что он был вынужден на это пойти я опять таки не буду сейчас подробно рассказывать про Николая Николаевича младшего у меня есть отдельная лекция просто это тот человек который благодаря которому на самом деле и был подписан манифест 17 октября 1905 года потому что он прискакал и тряся револьвером револьвером у виска сказал что если ты Нике не подпишешь этот указ витовский то я себя просто застрелю ну и Нике что делать ему оставался он его подписал именно через Николашу Распутин проник в царскую семью потому что он был женат на одной из сестер черногорских а его брат Петр Николаевич был женат на другой сестре черногорской именно Николаша в 1915 году санкционировал волну шпиономании потому что русская армия проигрывала надо было на кого-то списать грехи и было решено что во всем виноваты немецкий шпион отсюда дело Сухомлинова и казнь Мисоедова который потом оказался невиновным мы об этом подробно рассказывали с моим коллегой Егором Яковлевым в процессе тура по городам и весям он назывался пиар охота на царя именно Николашу и вынужден был сменить Николая второй потому что у него просто не было выхода и это был его конец мы с вами находимся на набережной где установлены вот эти замечательные скульптуры прежде чем я о них расскажу мы развернемся еще раз вот сюда в ту сторону я вам покажу фотографию где по этим ступеням спускается царская семья чтобы сесть на императорскую яхту значит это подарок господина Градекова он был генералом наместником на Дальнем Востоке в Хабаровске его прекрасно знают скульптуры эти называются Ши-За значит вот это у нас папа потому что у него под правой рукой шар а там у нас мама потому что у него под левой рукой львенок и если вы смотрели внимательно мои видеоэкскурсии если вы смотрели проход по проходным дворам Литейной мне некоторые писали что я ошибся в названии Литейный проспект нет ребята я имел ввиду проход по Литейной части это устойчивое выражение в старом Петербурге было Литейная подразумевалась Литейная часть то я вам показывал те же самые скульптуры только в китайском дворике и рассказывал о том что почему-то во всех путеводителях краеведческих написано что это львы-лягушки они не лягушки они просто львы прикиньте приедете в Пекин вы таких львов увидите в каждом не знаю при входе в музеи в банки и даже в рестораны ну а Градеков вошел в историю правда конечно его фамилию вот здесь на этом граните никто никогда не прочитает но тем не менее он подарил городу этих извояния с условием чтобы было отмечено что это его дар и они отметили ну а если мы посмотрим вот туда то там мы увидим летний сад я вам сейчас хочу показать картину художника которого вы все знаете все абсолютно вот смотрите это Айвазовский Айвазовский где изображен Александр Второй вместе со своим кучером переправляющимся через реку Неву и еще одна отрывок можно сказать этой картины там мужики с глыбами льда значит идет добыча льда Александр Второй переправляется через Неву один только с кучером без какой-либо охраны понимаете по льду реки Невы что вам говорит о крепости этого льда ну как тут было на него потом не покуситься чем занялась народная воля о чем я неоднократно рассказывал и расскажу вам еще раз ну и в финале нашего маргезонского балета вот этот Троицкий мост выиграл действительно Эфиль но его компатриоты Батиньоль предложили нашей городской думе проект подешевле вот прикиньте он уже выиграл тендер а его же сородичи говорят ну не сородичи извините да все у меня закончится словарный запас тех кто жили с ним в одной стране говорят а мы можем дешевле ну и городская дума подумала подумала она же дума ей же думать надо вот она решила ну а что дешевле и пойдет и они действительно возвели этот мост на открытие которого даже приезжал французский президент это все что я вам хотел сегодня сказать друзья мои значит спешу вам напомнить что продолжаются экскурсии в Петербурге и Москве пока что дальше там будем смотреть по погоде по настроению их становится меньше конечно же потому что холодает расписание вы можете посмотреть у меня либо на сайте либо на странице вконтакте в группе вконтакте либо на в инстаграме значит будет допечатан тираж моего путеводителя и я об этом объявлю потому что первая тысяча уже улетела и хочу сказать что я уже объявлял об этом еще повторюсь если у вас есть помещение особенно в Москве для проведения каких-то мероприятий лекций мастер-классов и так далее и вы готовы рассмотреть какие-то условия сотрудничества то обратитесь ко мне я зимой хочу прочитать несколько лекций столицы нашей родины ну и в Петербурге тоже ну в Петербурге вроде есть варианты но вы тоже можете обращаться значит лучший оператор Леха точно так же там будет указан пишите ваши комментарии пожелания объятия проклятия поцелуи значит предания анафеме и все такое прочее с вами был Red Guide Red Guide гид Павел Перец увидимся пока пока